МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире город С. и Татьяна Дмитриева. Какие штрафы грозят нарушителям порядка и чистоты во дворах и как жители взаимодействуют с ТОСами в вопросах благоустройства? В нашей студии председатель совета ТОС 26-й квартал Куйбышевского района Татьяна Фаля и председатель административной комиссии администрации Куйбышевского района Игорь Тимонин. Ваши вопросы, как всегда, задавайте по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Татьяна Евгеньевна. Игорь Вячеславович. Ну, все мы заинтересованы в том, чтобы у нас город не был грязным. Но, к сожалению, как бы ситуация меняется, конечно, но не очень. Я знаю, что в этом году появились новые штрафные санкции и другой взгляд на наведение порядка и благоустройства. Скажите, пожалуйста, Игорь Вячеславович, что же меняется, что появляется нового для физических частных лиц, если они нарушают, и для административных в том числе? Ну, действительно, городские власти за последние два года неоднократно выходили с законодательной инициативой в Самарскую губернскую думу для того, чтобы внести соответствующие поправки в законодательство, которое регламентирует привлечение нарушителей к административной ответственности. Это закон Самарской области 115 ГД от 1 ноября 2007 года об административных правонарушениях на территории Самарской области. И вот эти все инициативы, которые разрабатывались под докураторством непосредственно первого заместителя главы городского округа Самары Кудряшова Виктора Владиславовича, они были отражены и они сработали. То есть сейчас вышел новый вид этого закона 115 ГД, поменялись в частности глава вторая там полностью, и были скорректированы в сторону увеличения штрафные санкции. И плюс ко всему есть постановление главы городского округа Самары 404 от 10 июня 2008 года, который утвердил правила благоустройства в городском округе Самары. На ответственность за нарушение правил благоустройства нас выводит статья 10.4 закона Самарской области 115 ГД. Турист практически все законы, все статьи, а людей больше интересуют наверное суммы, нарушения и те штрафы в сумме, которые они заплатят при нарушении. За какие нарушения теперь придется больше платить? Ну, платить придется теперь за все нарушения по благоустройству больше. Потому что глава 4, конечно, могу сказать. Допустим, самая такая строгая статья за нарушение благоустроенных порядок, за порядок благоустройства, это по статье 4.11, это нарушения, связанные с земляными работами. Вот, там штрафы доходят до 1 миллиона рублей. Это вот когда раскапывают траншеи трубы, там ремонтируют, допустим, и за собой не убирают? Ну, не совсем так. Не так? А что вот, чтобы представили? Что это может быть? Ну, такая статья, она у нас резонансная, она вступила в силу позапрошлом году, в марте месяце. Раньше она была, эта статья, но она была, ну, как бы, к разряду мертвых статей, потому что она излагалась, ну, не очень приемлемо, и штрафы были совершенно маленькие, на нее там особо внимания не обращал. Как результат, мы поимели несколько нехороших событий, связанных с наплевательским отношением к содержанию вырытых траншей, котлованов, даже были трагические случаи там с детьми. Вот, ну, все это подвигло, конечно, власти среагировать, и эти статьи, во-первых, приобрели более приемлемый вид для практического применения, и в разы на порядок увеличиваются штрафы. А вот какие-то цифры, вот сколько заплатят, вот этот, не зарыл, он котлован за собой? Ну, в основном эти работы исполняют юридические лица, и штрафы для юридических лиц предусмотрены, ну, во-первых, там нет предупреждения, а штрафы предусмотрены за первичное нарушение от 300 до 500 тысяч рублей, а за вторичное от 600 до миллиона. Угу, ну, да. Такие случаи были в разных районах, во всех районах привлекались. И я скажу, даже само наличие вот такого крупного штрафа уже дало результат, ну, я скажу, очень хороший по своему району, поскольку уже не заметишь таких вот вскрытий долговременных, где не было бы ограждений, там, допустим, да, вот, или там, там, допустим, не было бы документации соответствующих. Ну, у нас, да, у нас вообще такая тенденция в последнее время, когда штраф увеличивается, увеличивается, и, собственно, как это ни грустно, но к позитивным результатам приводит, да? Приводит. Возьмите хоть вождение автомобилей, вот все мы вспоминаем, что пристегивались, и вот это потому, что по-другому, получается, никак нельзя воздействовать. Ну, понуждать надо. Да, вот, Татьяна Евгеньевна, скажите, пожалуйста, ТОСы тоже же заинтересованы в наведении порядка, чистоте, благоустройстве с твоих дворов. А какие у вас есть полномочия для того, чтобы поддерживать этот порядок, контролировать ситуацию, с кем вы сотрудничаете? Ну, как бы эти проблемы всегда существовали, просто не были выстроены правильные взаимоотношения. По инициативе Департамента административной реформы в начале прошлого года это было систематизировано. Значит, изначально собирали все ТОСы города на совещании, которое проводил Кудряшов Виктор Владиславович с приглашением председателя административных комиссий всех районов и провел такое конструктивное, хорошее совещание, где мы все вместе пришли к всем вопросам, которые должны рассматриваться именно территории районов. Потом, когда уже это совещание прошло, уже в администрации Куйбышевского района Александр Викторович Маргун, глава администрации, был инициатором проведения семинаров обучающих уже наших шести ТОС района, где были привлечены замы глав администрации, которые ТОСы курируют, начальник правового отдела и, естественно, Игорь Вячеславович. Обучающие семинары были проведены, нам конкретно все разъяснено. То есть вы сейчас уже не на общественные нагрузки, да, вот это все курируете, а с правовыми элементами и после обучения, да, вот интересно. Ну, учитывая то, как Игорь Вячеславович знает статьи закона, мы придерживаемся строгих норм и правил, и поэтому как бы вот это вот работа у нас... И вы вместе, а вот как вы, в чем заключается ваше сотрудничество с административной комиссией? Ну, допустим, поступила жалоба в ТОС, или я где-то лично увидела какое-то, ну, правонарушение в виде административного правонарушения. У нас есть заявления и акты. Акт о предполагаемом правонарушении. Мы пишем, датируем, фотографии прикладываем к этим материалам и несем в административную комиссию. Если это правонарушение подходит под статью, Игорь Вячеславович накладывает резолюцию. Мы идем к заместителю главы ПЖКХ Семену Андрею Сергеевичу. И он отписывает уже этот материал тем членам административной комиссии, которые составляют протоколы. А вот, да, если житель сам, вот не вы, как вы говорите, я заметила лично, вы знаете, как действовать. А если просто житель вот шел, увидел траншею, никаких знаков или там колодец или что-то раскрытый, он как должен действовать? Получается, он тоже должен фотографировать или нет? Нет, он приходит к нам на прием. Я беру члена совета ТОС или того же жителя, который с жалобой обратился. Выходим на место и констатируем вот эти правонарушения. И так же. Понятно, да. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Клавдия сообщает, я проживаю в Куйбышевском районе, каждый год мы сажаем цветы у своего многоквартирного дома. Можно как-то организовать полив цветов не за счет жильцов и не за счет наших счетчиков? Ну, это вопрос, который вот из года, год и летом поднимается. Ну, сейчас не лето, но все равно жителей волнует. Я, конечно, не знаю, с какого дома это житель. У нас очень много цветников и клумб в Куйбышевском районе содержат жители. Вот. Я просто хочу сказать, что управляющие компании, когда мы к ней обращаемся, никогда не препятствуют выводу крана поливочного для поливки цветников и газонов. Ага. То есть вот это нужно сделать сначала к вам, а потом вы уже... Написать заявление в ЖЭУ, который относится адрес. То есть я думаю, что этот вопрос может быть положительным. Просто, может быть, или женщина не обращалась, или просто недавно развела клумбу. Но в нашем районе поливочные краны, вот, как к проблеме не существует. Можно решить. С нашей контейнерной площадки мусор вывозят непостоянно. Потом еще мусор остается разбросанный. Кому нужно писать заявление, чтобы это ликвидировать? Ну, пожалуйста. Вы у нас все статьи знаете. Ну, мусор, или как называется это, твердые бытовые отходы и крупнокабаритный мусор, который складывается на контейнерных площадках или бункерных площадках у нас, он вывозится в специализированную организацию, опять же, в соответствии с правилами благоустройства, на основании договоров и по графику. Вот график не выполняется, и потом еще мусор разбросан. Бывают случаи, все-таки это техника, бывают случаи, когда поломка, например, техники, или какие-то погодные условия, там, ну, или, допустим, те же самые пробки, ну, не позволили вовремя приехать автомобилю. У них должно быть на этот случай запасной вариант. Но самое главное, в соответствии с постановлением главы городского округа 44 правила благоустройства, это то, что мусор этот должен удаляться ежедневно. Вот это нарушение, если это не ежедневно, а в какое время, тут уже регламентировано только договорные. А вот житель может пожаловаться, и штрафные санкции могут быть применены к нему? Конечно, в соответствии с той же статьей 10.4, юридическое лицо привлекается к ответственности. Ответственность установлена от 5 тысяч до 20 тысяч первичной и до 25 тысяч вторичной. Да, да. Клавдия продолжает диалог с нами и сообщает, что в городе активно вырубают старые деревья. Когда же будут сажать новые? Ведь им расти надо не один десяток лет. А чем же очищать воздух в городе? Отвечу я на этот вопрос. Значит, у нас существует программа по благоустройству. Очень много дворов выиграли конкурс «Двор, в котором мы живем». И в вашем районе. Да, да, да. При оборудовании вот этих вот площадок город Зеленхоз всегда привозит саженцы и высаживает. Если только, значит, вот, ну не попали те адреса, которые по этой программе идут, значит, в ТОС поступают заявки в отдел ЖКХ администрации, где город Зеленхоз никогда в течение субботника, проведения месячника по благоустройству привозит очень большое количество деревьев, где или сам высаживает по заявке жителей, или жители принимают сами активную часть и высаживают, и как бы поливают и ухаживают за этими деревьями. Правительная система, хотите деревья, к вам, и там дальше уже, да. Или в отдел ЖКХ администрации района, да. Понятно. Вот еще такие вопросы, опять же, вот, которые не решаются у нас из года в год, это выгул домашних животных, в частности, собак, да. Вот много, опять же, нареканий, и все мы знаем, что это плохо, некрасиво и так далее, и ничего, кажется, не делается. Или что-то меняется все-таки? Повышается штраф? Или как-то будет решаться эта проблема или нет? Вот у вас есть какая-то информация? Или все пока остается по-старому? Ну, у нас остается и по-старому, и у нас еще своеобразный такой район, где много очень свободных территорий. Территория аэродрома. А, для вас это не очень актуально, да? Да, территория, то есть как бы... Проблем такой большой нет. Да, все законопослушные жители практически выходят вот туда. И новый микрорайон Егорово, где еще недостроенные есть дома и вот эти вот свободные площадочки, брошенные стадионы, как бы вот у нас подтягиваются в основном вот в эти зоны, и, конечно, выгуливают собак там. Ну, и есть жалобы, где и дворы. Да, вот в дворах. Это же запрещено или нет? Да, это запрещено. Это запрещено, да. А вот штрафные санкции никому не применяются. Вот раз бы наказали 2-3, и все уже с собакой дальше бы хотели. Он достаточно такой сложный. Раньше существовало в 115-м законе, о котором я уже говорил, статьи такие как 2.7, 2.8, 2.9, это как раз то, что касается выгула собак, и не только собак, а животных вообще на территории общего пользования. Там были ограничения, то, что нельзя без намордника, без поводка, ну и целый набор штрафных санкций. Затем по решению Верховного суда эти статьи были отменены в 115-м законе, ну, со ссылкой на то, что это, значит, забота федерального уровня, федерального значения, то есть это не региональный закон, должен регулировать. Но сейчас только что прибыло вот нам изменение в 115-й закон, туда вошла статья 2.10, вот, во вторую главу, где запрещен выгул собак без поводка. Вот, то есть частично вернулось это обратно. А что касается порядка выгула животных, то у нас есть еще до сих пор действующее постановление главы города Самары от 95-го года к 1-го сентября, которое... Да, много времени прошло. Но он действует, вот, который регулирует не только выгул, а и содержание дома собак и животных. И при наличии собранного материала, а ведь мы знаем, что выгул-то в основном происходит рано утром, либо поздно вечером, когда уже, в принципе, сотрудники администрации, они не работают. То есть, и если от полиции приходит соответствующий материал, который применим для дальнейшего привлечения к административным ответствиям, мы это делаем. По статье тоже 10-4. Понятно. Следующий вопрос от Тамары Алексеевны. Я живу на заводском шоссе в 73-м доме. Рядом с домом проходит теплотрасса, которая без облицовки, без всякой защиты, и горячая труба. И никто на наши жалобы не реагирует. Труба просто отапливает уже улицу. Можно обжечься. Помогите решить этот вопрос. Вот как-то можно решить. Можно решить и решаем. Это очень распространенное, ну, наверное, для всего города, но для нашего района точно, очень распространенное нарушение. Мы работаем с вот этим вот нарушением, вот сколько я помню себя в административной комиссии, столько бесконечно мы с ним работаем. Мы приглашали к себе и директора. Нет, это понятно. Вот Тамаре Алексеевне, вы скажите, куда ей обратиться? Почему так долго? Вот она говорит, везде обращались, а не решиться, никак не может. Все понятно. Там очень много связано с финансами. На самом деле, допустим, вот если вот где узкие места такие, на самом деле вот большие пролеты без изоляции, да, происходит, там действительно отапливается зима наружную, а до дома доходит уже мало тепла, да. Вот мы понуждаем теплоснабжающую организацию СУТЭК именно вот эти места побыстрее удалять. У них все зависит от финансирования. Финансируются они извне по вот этой вот программе. У нас есть календарный план выполнения. Сразу все это не сделается, но когда мы видим, что поступают жалобы такие, вот совсем недавно, в прошлую среду, мы рассматривали несколько дел СУТЭК. Приходил руководитель нашего филиала Куйбышевского района, Нюхов Петр Иванович, с ним у нас взаимодействие нормальное. Он получил наше пожелание, то есть в каком-то месте ускорить, где-то, может быть, за счет каких-то своих средств, привлеченных, вот это сделать. Мы им всегда даем время, потому что одно дело просто наказать и наложить штрафы, и все на этом. А другое дело все-таки понуть. Последний раз мы ему дали ровный месяц на исправление ситуации по пяти адресам. Он не быстрый, он очень сложный, именно с финансированием связанным. Понятно. Для того, чтобы увидеть, как практически происходит ваше взаимодействие, как вы общаетесь и друг с другом, и с жителями, предлагаю посмотреть сюжет. Ну, а затем мы продолжим разговор. В переулке Новомолодежной все соседи и каждая собака ее знают. Зоя Болотина живет в Куйбышевском районе с самого детства. Сейчас она старшая по дому и к работе своей подходит ответственно. Снег во дворе должен быть почищен, мусор вывезен. Все лето женщине не давали покоя трубы, проходящие через несколько дворов. Совсем недавно, говорит, изоляция на них больше напоминала корабельные паруса после сильного шторма. Вот здесь еду и думаю, да что же это такое? Это ведь не только сверху. Это вот и дальше, если пройти в ту сторону, там и все, и по низу было, разлохмачено. Я как вот председатель, я везде все смотрю, по своему дому хожу, тоже какие-нибудь палатки, везде во все колоколазывания, я уже привыкла к этому. Недолго думая, женщина обратилась в местный ТОСП. Председатель совета Татьяна Фуаля рассказывает, с фотоаппаратом не расстается. На камеру фиксирует все выявленные в микрорайоне нарушения, после чего передает фотофакты в административную комиссию. Так было и с решением проблемы изоляции системы водоснабжения. Мы вышли на место, сфотографировали, написали заявление о предполагаемом правонарушении и отдали Тимонину Игорю Вячеславовичу в административную комиссию района. И буквально в течение недели СУТЭК вышел на место, эти трубы принадлежат СУТЭК, все недостатки были устранены, трубы заизолированы. В 2014 году за нарушение правил благоустройства административная комиссия Куйбышевского района составила более 750 протоколов. Общая сумма штрафов порядка 40 тысяч рублей. Нарушения в основном касались содержания дворовых территорий, дорог, тротуаров, кровель домов. Наверное, 50% всех правонарушений мы оформляем в протоколы и заканчивается все это либо предупреждением, либо наложением штрафа именно по материалам, которые были собраны на основании именно жалоб жителей или жителей через председателя совета ТОС. Всего на территории Куйбышевского района шесть ТОСов. Ежегодно председатели встречаются с жителями и отчитываются о проделанной работе. Активных жителей не оставляют без внимания. Вручают им подарки и благодарственные письма. Дополнительные разъяснения про трубы были и в сюжете. Думаю, что наша телесвитительница тоже взяла для себя нужную информацию. Следующий вопрос от Юрия Алексеевича. У нас на улице Карла Маркса у детской площадки постоянно выгуливают собак. Все запачкано уже, за собаками своими никто не убирает. Что делать, куда обращаться? Вот видите, вы тему намордников подняли, но тут людей волнует даже больше не экология, экологические вопросы. Вопрос опять же грязи и так далее. Нет никакого механизма. Есть такой хозяин, который ходит с собакой, который гадит постоянно. И много. И постоянно. И все загажено вдворье. Как-то можно на него воздействовать? Можно, я этот механизм уже пояснил. Нет, это конкретно. Кому он спрашивает? Проблема, единственная сбора этого материала. То есть, рано утром, ну, наверное, здесь должны подключиться ТОСы. У них рабочий день ничем не ограничен. То есть, им не нужно для того, чтобы собирать какие-то материалы, связанные с последующим привлечением к административной ответственности. Им не нужно там, чтобы был в это время именно рабочий день. Это юридически. Они могут в любое время подойти, собрать, сфотографировать, выяснить, что это за человек, собрать нужный материал и сдать уже в административную комиссию. Тогда дальше механизм сам собой уже пойдет работать. Он будет привлечен к ответственности. Татьяна Евгеньевна, скажите, там территория-то большая, да, у ТОСа. А есть какие-то сотрудники, которые отвечают за определенный район, за определенную территорию? Потому что, понятно, вы же не будете по всему ходить и смотреть, где что там. У нас, вот у меня на квартире 68 муниципальных домов. В каждом доме практически 90% избран председателем Совета МКД. А, они отвечают. Конечно, мы очень тесно с ними взаимодействуем. В данном случае можно к председателю и дальше уже. Да, но мы совместно выйдем. Здесь крамола никакой не будет. Просто вот тоже ведь я не выйду, не буду гулять, чтобы вот увидеть, да. Это должны мне как-то информировать. Поработаем с председателями Совета МКД. Скажем, будут такие проблемки, чтобы звонили, будем выходить и комиссионы это решать. А вообще вот эта система новая, введенная, по-моему, год-два назад председатель Совета МКД, она себя оправдала или нет? Оправдывает. Потому что каждая новая всегда с каким-то вот недоверием относишься. Думаешь, были старшие домов. Да. И подумаешь, ну какая разница? Или все-таки есть какой-то эффект от их работы? Вы знаете, вот я уже 13 лет на ТОСе. И как бы вот буквально последних два года становится отрадно то, что больше молодых людей избирается председателем Совета ТОС. Даже молодые мужчины, понимаете? Раньше у нас, ну как-то бабушки более-менее такого вот возраста. Да, да, да. А теперь уже технологии, все по интернету, все вот эта вот связь с управляющей компанией, все отчеты, все это проходит как бы все вот так вот. Поэтому изъявлений желаний все больше и больше от молодых людей. Это, конечно, радует. Да, ну хорошо. Тенденция есть, меняется, да. Следующий вопрос. На домах меньше стало всяких объявлений, зато теперь они плавно переместились на двери подъездов. Мы уже устали их счищать. Тем более поставили новую дверь. Можно ли их оштрафовать? А как, кого их? Вот кто клеит? Опять же, нужно поймать того, кто клеит? Это же... Самая сложность заключается в выявлении именно правонарушителя. То есть, как правило, вот если внимательно прочитать объявления, там, допустим, сейчас же они не называют себя, не подписывают. Просто телефон, да? Просто телефон, сотовый телефон. Выяснить по вот этому сотовому телефону лицо сейчас практически невозможно. Эта информация закрыта. даже если вдруг и выясняется лицо, лицо может спокойно сказать, мною прикрылись, я этого не делал. То есть, его никто за руку не ловил. Но у каждой двери, как у элемента фасада, есть организация, которая отвечает за ее содержание. То есть, допустим, если это обычная дверь, то за, как, я еще раз повторюсь, элемент фасада, за нее отвечает управляющая компания, которая содержит этот многоквартирный дом. Либо ТСЖ, либо какой-то иной собственник этого дома. Но если эту дверь поставили с домофоном по договору с населением, то вот установившую дверь организация, она должна ее и содержать. То есть, ну там, та, которая вот этот домофон, она берет деньги за содержание населения. Они должны чистить. И вот их можно привлекать к ответственности за ненадлежащее содержание. Что делать с машинами-подснежниками? Вот так называемые ТОСы и административная комиссия имеют к этому отношение? Потому что вот сейчас вот такой завал и снега, и машин, да, и вот эти еще стоящие машины, которые никто не может тоже никуда сдвинуть и убрать. Да, есть программа, она работает по выявлению вот этих вот автомобилей брошенных. Но этим занимается не административная комиссия, а другие сотрудники в администрации. Но вот вы же можете какой-то материал набрать, предоставить, да, или нет? Предоставить материал любой человек может в администрацию о том, что вот он давно наблюдает такую брошенную машину. Понятно. И, соответственно, она попадает в программу вот в эту. Вот. Она тоже связана. И с финансированием. Они вот прям подали эту машину, и она исчезла. Там целый ряд нужно мероприятий провести для того, чтобы попытаться хотя бы выяснить собственника, что все-таки это собственность. В аллее напротив дома среди деревьев появился гараж зеленого цвета. Как узнать, законно ли он установлен? Вот гаражик может кто-то вот сам? И вы опять же имеете к этому отношение? Или это личное дело, кто устанавливает гараж? Ну, не совсем это личное дело. Значит, если через общественную приемную, в которой находится в каждой администрации районной, такое заявление подать на главу, то там целый ряд должен пройти проверочных материалов. То есть, а может быть, действие, а может быть этот гараж и законно стоит, кто его знает. Ну, как-то вот среди деревьев что-то установлено? Ну, скорее всего, нет, конечно. Еще зеленым замаскировали, я так понимаю, что зелень. Да, вероятно, нет. Но мы не должны исключать ничего, правильно? То есть, проверить все равно нужно. Ну, глава района, соответственно, такую жалобу отписывает на исполнителей, а, как правило, начинается все-таки с отдела архитектуры. Они начинают устанавливать все это. Ну, а затем уже направляется по подвезам. Ну, вот все-таки вот от забюрократизированности, так скажем, никуда мы не уйдем. Да вот, казалось бы. Мы никуда не денемся от того, что все-таки гараж – это частная собственность. И пока не появится какой-то законный акт, может быть, регламент четкий, который будет, ну, например, как вот я в себе мечтал так вот с этой ситуацией справляться. Допустим, вывешиваем публично на гараж объявление, да. Вот. В течение месяца, например, никто не реагирует, допустим. Мы объявление какое-то в газету публичное даем, например, что гараж по такому-то адресу, пожалуйста, хозяин, откликнитесь. Месяц проходит, допустим, все, мы имеем полное право подъехать его и увезти куда-то, да. Вот. Ну, законодательно это ни где не прописано. Да, частная собственность, как бы сказать. А хотелось бы, да, скажем так. Ну, вот мы в основном сегодня говорим о благоустройстве, но ТОСы – это, конечно, еще и социальная и общественная деятельность, работа с жителями. Вот у вас какие-то социальные проекты действуют. На чем вы специализируете? Потому что вот сколько общаюсь с руководителями ТОСов, у всех какая-то вот своя такая вот фишка есть, так скажем. Да, в этом году год юбилейный для Великой Отечественной войны. Поэтому вот буквально сегодня с утра у нас было совещание вместе с управлением соцзащиты. Общественной, значит, организацией района, где мы уже практически спланировали графики, выявили участников и ветеранов войны. К сожалению, становится все меньше и меньше. Вот. И будем активно принимать участие по вручению медалей. Да. Мы это делаем всегда совместно, уже к 65-летию, вот, подарки губернатора. Это все у нас вот в программе. На первом месте, конечно, стоит вот это вот. Ну да, год. Да, год юбилейный, да. Вот. И сейчас у нас совместные планы ТОСа со всеми школами, которые находятся на территории. Везде проходят мероприятия по оборонно-массовой месячнике. Да. В двух школах у меня вот 24-й и 177-я школы. Итоги. Там идут уроки мужества, значит, посылки солдата, солдату собираем. Тематика все та же. Тематика, да. Да, 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 да. Вот у нас осталась буквально одна минутка. И вот хотелось бы у Игоря Вячеславовича тоже спросить, вот ваши планы на 2015-е очень... На чем сконцентрируйте свое внимание? Очень коротко. Ну, хотелось бы сконцентрировать свое внимание в 2015-м году на усиление работы именно в вопросах благоустройства. Вот это начало, старт вот этого года такой, где погода нам показывает, ну, она просто, скажем, издевается над нами. Испытывает нас на прочность, да. Испытывает, причем ежедневно. И службы ЖКХ тоже заодно. Да. Вот. И все время под какой-то угрозой находимся того, что где-то что-то, не дай бог, сорвется там куда-то с крыши, там, допустим, вот. Стараемся предупредительно работать. А контрольные функции у вас есть? Вот контроли, да? Есть контрольные функции, конечно. И вот мы как раз по итогам вот этого старта года, который болезненно для нас обернулся, потому что там были случаи... Ну, к сожалению, мы уже про случай, наверное, в следующий раз расскажем. Мы вас поняли. Благоустройство все-таки это основная ваша стиль. Спасибо большое за то, что пришли в эфир, ответили на мой вопрос. Вопросы, вопросы телезрителей. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова